Здравствуйте, приветствую всех на своем канале и в этом видео я хочу поговорить с вами об окрашивании моих волос. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Начну я подальше, то есть сегодня я снова ходила в парикмахерскую, покрасилась, но начну я пораньше немножко свою маленькую историю. Видео будет коротенькое, буквально на несколько минут. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Я раньше красилась, один раз, год назад покрасилась хной, потому что, ну по причине того, что как бы немного начала пробиваться седина, я решила закрасить хной, и хна дала рыжий оттенок, который мне потом долго не нравился. Я решила потом перекраситься сначала более темной. Я красилась пятерочкой, потом я стала краситься немного, еще и с пеплом добавили мне вот в последний раз. Когда я последний раз окрашивала, с того два месяца назад, у меня был такой, то есть мой цвет волос стал ближе такой на свет, отдает фиолетовый оттенок, что мне не очень нравилось. Именно пепел на рыжий получается, ну как бы серый на рыжий получается такой ближе к фиолетовому оттенку в общем. мне он не очень подошел, и я решила сейчас покраситься в другой цвет, в другой оттенок, этот оттенок был светлее, и вот о сегодняшнем именно я хочу вам рассказать более подробно, то есть до этого меня красил один мастер Юля, сегодня я пришла в другой, к Тане, вот, в общем, Таня меня сегодня красила другим цветом, и мы с ней договорились, что, возможно, как бы я к ней приду, она мне красила пополам, то есть она мне полголовы, буквально вот так вот корни красила одним оттенком, это был оттенок 6.0, и длину вот эту вот всю, которая дальше идет, получилось довольно ровно, как она и сказала, я ей за это огромное спасибо, 7.7 оттенком, если это кому-то интересно, это какой-то там еще как бы рус или еще какой-то, ну, в общем, он светлее идет, вот результат, вот я вам сейчас покажу на волосах, очень я довольна, закрасили, опять же, мои седые волосы, которые у меня были, оттенок приятный немножко, он тоже чуть-чуть рыжиной, но не с очень сильно выделяющейся, ближе к каштановому, к шатенке, вот такой цвет у меня вышел, также меня подравнивали сегодня, не знаю, будет заметно или нет, но, в общем, волосы стали короче, у меня вот на прилично, стиметров на 5, на 7, наверное, вот, то есть потому, что давно я не подравнивалась, ну, это, наверное, все, что я хотела вам рассказать, по поводу вот еще немного, чуть-чуть затронуть тему ухода, конечно, мне нужно будет пить витамины, как-то изнутри более делать крепким организм, ну, и также, конечно, нужно будет мне делать маски в ближайшее время, подналегнуть на них, чтобы волосы хоть немного восстановить, у меня сейчас есть масок достаточно, ими буду пользоваться, вот, и посмотрю, как у меня будет результат. Также, конечно, я не знаю, как эта краска смывается, но все эти оттенки, которые я до этого красилась, вот, с год назад, начиная, и вот этот сейчас, они все идут в среднем ценовом сегменте, мое украшивание тогда было в районе 1000 рублей, сейчас подорожало и стало 1100, ну, на 100 рублей, в общем, подорожало, но все равно краситься это нужно, и поэтому я это сделала, то есть покрасила волосы, и надеюсь, этот цвет мне, ну, как бы, подходит, и также брови красила карандашом, которое я показывала недавно в видео о покупках карандашом от Диваж, вот, надеюсь, вам было немножко интересно это видео, и чем-то может быть полезно, хочу пожелать вам здоровья, счастья, отличных, теплых, радостных дней, хорошего настроения, и всем до новых встреч!